Почему такая хрупкая молодая девушка, как ты, выбирает тему смерти для своих исследований и увлекается ей? Изучать смерть действительно становится очень важным, потому что смерть — это такая часть жизни, которая, опять-таки, табуирована, ты о ней мало что знаешь. Как ты относишься к кремации? В тот момент я поняла, что я бы и не хотела быть кремированной. Но... Есть такое выражение «перемывать кости». Можешь его прокомментировать? У славян была традиция. На честном. Шоу без сценариев. Всем привет! Это шоу на честном, шоу без сценариев. И у нас сегодня в гостях потрясающий человек, социолог Юлия Петрова. Юля, привет! Привет! Мы сегодня с тобой обсудим очень непростую тему. Мы сегодня с тобой поговорим на тему смерти и почему в интернете ее стало больше. Что ты думаешь над чем? Мне кажется, что в первую очередь интернет — это стало еще одной дополнительной площадкой для проживания эмоций, неким каким-то инструментом для того, чтобы делиться о своей жизни. А смерть — это же часть жизни. И когда умирает твой близкий родственник, например, вот у меня последнее исследование, я проводила и посвящала тому, почему люди продолжают вести социальные сети своих умерших близких. Не замечал такого? Замечал, это безумие. Мне кажется, что в рилсах особенно стало многое. Например, кто-то умирает, и все начинают снимать рилсы о том, как он жил, о том, чем он занимался. И некоторые даже выкладывают какие-то фотографии, связанные с памятниками и со всем прочим. Мне кажется, что люди начинают больше доверять другим людям в сети. Интернет-площадки начинают подстраиваться под систему смерти. То есть, условно, на платформе ВКонтакте появилась дополнительная категория — это цифровые кладбища. Мне кажется, что они называются, кажется, не цифровыми, а виртуальными кладбищами. Но и площадки подстраиваются под смерть, и люди начинают больше ей делиться. Тема смерти вообще всегда стала стабуированной. То есть, и от чего это зависит, наверное, стоит рассказать? Смерть зависит от прожитых каких-то кризисов, словно, в XX веке по прошествии боинга, геноцидов. О смерти было, говорить, непринято и неприятно. Потому что она стала такой сензитивной темой. Смерти стало очень много, когда это все прошло. Об этом стало непринято говорить. Сейчас тема смерти постепенно начинает раскрепощаться. Прошло достаточно много лет для того, чтобы мы стали вновь об этом говорить. Ведь сейчас в России тоже кризис. И поэтому, с одной стороны, появляется некая двоякость. С одной стороны, ты не хочешь об этом говорить. С другой стороны, появляются дополнительные платформы, которые позволяют тебе делиться этой смертью. И почему бы нет? В целом, как мне кажется, люди делятся о каких-то неприятных и непривлекательных вещах в сети из-за желания получить какую-то дополнительную поддержку со стороны пользователей. Иногда... Ты считаешь, что им не хватает любви? Не то, что любви, а смотри, у тебя умирает, например, близкий человек. Да, я проходил через это. Вот. И ты ищешь что-то оффлайн, но иногда тебе этого становится недостаточно. И ты идешь в сеть, чтобы иногда даже получить от каких-то совершенно незнакомых людей какую-то поддержку. То есть, типа, мы с тобой, несмотря на то, что мы его не знали, мы не знали тебя, но мы готовы с тобой прожить это. Некоторые делятся своими историями в комментариях под каким-то постом и все прочее. Иногда сети становятся платформой для того, чтобы проинформировать о том, что кто-то умер. Условно, когда у меня умирали мои друзья или знакомые, я... Сколько тебе тогда было? 16. Сколько было твоим друзьям? 16 и 20, кажется. Или 18 и 16. Ну, что-то такое. Ну, в общем, мы были ровесниками. Я узнавала об этом через Инстаграм, потому что у родственников умерших не хватает достаточного количества контактов для того, чтобы их всех собрать, условно, в какую-то группу и проинформировать. Легче. Ну, и зачастую для... Это требует достаточного количества времени, которого нет. Ты же на стрессе. Ты не понимаешь, что с тобой происходит. Тебе просто главное в этот момент пригласить кого-то на похороны. И в итоге тебе становится легче просто опубликовать заметку какую-то, с какой-то информацией, где это будет проходить, когда это будет проходить, какие-то, может быть, причины, и пригласить всех таким образом. Поэтому интернет действительно вливается в нашу жизнь все больше и больше не только в какую-то красивую картинку, но и в некрасивую в том числе, какую-то непривлекательную. Почему такая хрупкая молодая девушка, как ты, социолог, умная девушка, выбирает тему смерти для своих исследований и увлекается ею? Объясни мне, пожалуйста. Это сложный вопрос. Я задавала его даже своей подруге-психологу. Наша компания занимается созданием и продвижением YouTube-каналов под ключ. Поэтому если вы понимаете, что вам уже пора выходить на YouTube, оставьте заявочку, мы с вами свяжемся. Она перечисляла некоторые моменты, то есть, возможно, из-за этого, возможно, из-за этого, но это не было мне близко. Мне кажется, что это просто своего рода интерес. Когда я пришла в социологию, когда я начала изучать социологию, в целом социология такая большая наука, обширная, которая изучает невероятное множество количеств тем. То есть социология насилия, социология бытовой жизни, социология профессий, труда, морали, всего возможного. И из-за этого перечня мне показалось, что изучать смерть действительно становится очень важным, потому что смерть — это такая часть жизни, которая, опять-таки, табуирована, ты о ней мало что знаешь. Как говорят мои родственники, никто оттуда не возвращался, чтобы нам рассказать, что там. Но ты можешь приблизиться к этому, приблизиться к пониманию, почему это происходит, и как это происходит с точки зрения культуры, с точки зрения, опять-таки, социологии, психологии, и понять для себя некоторые вещи. Понять, что будет с тобой потом, что будет с твоими, не знаю, не хочу говорить близкими и всеми прочим, потому что это, опять-таки, тема сенситивная. Но мне кажется, что это важно изучать, потому что если мы просто уделяем время жизни, в какой-то момент мы переходим к тому, что мы начинаем бояться того, что будет после. А если мы не будем бояться после, ну или, по крайней мере, как-то снизим этот стресс, стресс, этот страх, то станет легче. Скажи мне, думают люди в Ленинграде и Риме, что смерть — это то, что бывает с другими? Ты согласна? Смерть — это в целом относится к категории «другие» до тех пор, пока ты сам с ними не сталкиваешься. Не в том, что ты сам умираешь, а когда умирает, например, какой-то максимально близкий к тебе человек, ты понимаешь, что она прям рядом, она существует. И когда ты понимаешь, что она существует, это уже становится не делом, других, а делом твоим. Поэтому мне кажется, что смерть, другие или ты, выразимся так, зависит от твоей степени приближенности к этому феномену. Для меня, как и для большинства людей, это достаточно такая, знаешь, болезненная тема, потому что я потерял очень большое количество близких мне людей, там, отца, бабушку, дедушку, лучшего друга, ну, то есть очень многих. И когда я вижу умных людей, которые изучают этот феномен, изучают эту часть жизни, для меня это вот всегда является немного странным. Развей, пожалуйста, мой миф и объясни, почему, допустим, изучение смерти, это вообще про любовь. Что изучает социология смерти? Или, ну, это на русском называется социология смерти, в Европе это называется Death Stars, куда входит изучение культуры, психологии, социологии смерти и многих других вещей. Что это все изучает? Это изучают какие-то ритуалы, погребения, ритуалы прощания, ритуалы, как я их называю, послепохоронные ритуалы. И все это про любовь. Когда человек умирает, и ты совершаешь некие действия не ради него, на самом деле, а ради себя. А если даже ради него, то ты идешь на все эти акты и практики с такой невероятной любовью, с таким желанием выразить последнюю свою какую-то теплую эмоцию человеку, который уже не может ее принять, ну, ты готов отдавать и отдавать свою энергию, свои какие-то эмоции, впечатления в последний раз. И это все про любовь. Про любовь, про желание чтить, память дальше. Ведь о покойных даже плохо не говорят. Почему? Без понятия. Мне кажется, что если ты говоришь что-то плохое о человеке, которого нет, во-первых, он не сможет защититься, ты же можешь все что угодно про него сказать, он не сможет защитить свою честь. Во-вторых, ты оскорбляешь память тех, кто любит этого человека. Их какие-то намерения создать такой образ идеального человека, которого уже нет с нами. И все это идеализированное, оно про любовь. Оно про желание запомнить человека, как нельзя с лучшей стороны. А есть условно-социология насилия, которая изучает очень жуткие штуки. Там войну, акты насилия, буллинг и все прочее, что именно врывается в твои личные границы и нарушает их. С этой точки зрения, условия смерти — это про любовь. А ты можешь привести какой-нибудь личный пример встречи со смертью или, например, какой-нибудь акт насилия в твою сторону? Пускай это будет буллинг или еще что-нибудь. Буллинг, конечно. Мне кажется, что он у всех был в жизни в той или иной степени. Но я не могу сказать, что я прям жертва буллинга. Такого не было никогда, потому что мне кажется, что я в достаточно раннем возрасте смогла выстрелить какие-то свои границы, которые не давало нарушать. Про смерть? Ну, конечно. Даже когда ты растешь в такой... Ну, достаточно все равно религиозной и верующей семье, ты постоянно слышишь про смерть. Не потому что люди религиозные, а потому что в каком-то ДНК, в культурном коде заложено желание чтить память людей. И поэтому, например, я могла не знать этих или не помнить этих людей, которые умерли из моей семьи, но мои родители всегда об этом вспоминали и говорили какие-то фразы, которые принадлежали уже покойному человеку. Мне кажется, что это здорово даже в какой-то степени, потому что мы не забываем, мы чтим, мы любим. И вот в этих фразах, когда моя мама или бабушка говорит, как говорила тетя Оля, в этом есть любовь, в этом есть память. Тетя Оля умерла, наверное, лет 15-16 назад. Я не могу точно сказать, сколько лет назад, но представляешь, через сколько лет его фразы все еще остаются с нами. Как ты относишься к кремации? И вообще, насколько популярна кремация в России сейчас? Она становится более популярной. Я сама не могу сказать, что я к ней отношусь прям как-то, потому что я не жила в России, я жила в стране, в стране, в которой кремация была запрещена. В какой стране ты жила? Я жила в Пакистане. Большую часть своей жизни, прям огромную часть своей жизни. Я только три года живу в России, в Москве. И там запрещена кремация, соответственно, я никогда не видела ни крематориев, ни колумбарьев. Колумбарьи — это места для хранения праха. Я была на Новом Доском кладбище, как раз со своими подругами, с которыми мы делали одно исследование, посвящённое теме смерти. И мы поехали на Донское кладбище. Я увидела тогда впервые колумбарий. И для меня это что-то прям из-за другого, из-за другой планеты. Что-то, что пока что я не могу в достаточной мере прочувствовать, потому что когда ты... Ну, это стена, да, в несколько этажей. А чтобы... Если твой кто-то лежит наверху, на самой верхней полке, там рядом стоит лестница, по которой ты забираешься. И это разнос всех традиционных практик, которые существовали. То есть ты не можешь делать абсолютно ничего. Не приехать помыть, не возложить цветы, потому что там есть вот маленькая полуваза, условно. Ты не сможешь посидеть рядом, ты не сможешь прикоснуться без того, чтобы по очереди лезть по этой лестнице, чтобы хоть как-то, да, приблизиться или почувствовать эту символическую близость рядом с человеком. И для меня пока что это нечто холодное, а я привыкла и я воспитывалась в семье и в культуре, в которой чтение памяти это очень теплые эмоции, очень, ну, так скажем, они грустные, скорбные, но в том числе теплотой веет, так скажем. Вот. А для меня пока что кремация и колумбарий это вот что-то, что пока что не вписывается в мою картину мира. В тот момент я поняла, что я бы и не хотела быть кремированной. Но. Наша компания занимается созданием и продвижением YouTube каналов под ключ, поэтому если вы понимаете, что вам уже пора выходить на YouTube, оставьте заявочку, мы с вами свяжемся. Конечно, когда, сейчас же очень популярен вопрос, как ты хочешь быть похоронена, неважно, сколько тебе лет, это очень классный вопрос, мне кажется. Когда тебе будет сто лет, и ты отдашь душу Богу, а как бы ты хотела быть похоронена? Если я буду в здравом уме и смогу как-то передать это свое знание и желание своим родственникам, тем, как я хочу быть похоронена, то я бы выбрала традиционный обряд. Если он все еще будет популярен в той стране, где я умру, и возможен, потому что на многих кладбищах условно сейчас нельзя хранить, плюс еще в Москве и в мегаполисах процветает кремация. Если это будет возможно, я бы хотела быть похороненной традиционным образом. Если нет, то пусть люди, для которых будет важен этот ритуал, то есть мои близкие, сами решат, как им будет удобно меня навещать. Если они уже будут совершенно другого склада ума, и им совершенно будет неважна вот эта вот символическая близость с могилой и всем прочим, то пусть они решат сами. Могу быть кремированной, могут сделать из меня бриллиант, могут... Это как, скажи, пожалуйста? Когда я могу ошибиться в этом плане с точки зрения технологий, но ты можешь сделать из себя бриллиант. То есть прах каким-то образом то ли нагревается, то ли прессуется, то ли и то, и то, и в общем может получиться кристалл. И твои внуки могут носить себя на пальцы спокойно. Вот. Ты можешь передать свое тело науке. Тут я очень не хотел 10 лет лежать у студентов. Даже больше иногда, условно, сейчас в некоторые регионы России не поступали вот эти анатомические трупы с начала 2000-х годов. То есть у них есть срок годности определённый, но из-за того, что передача тела науки это очень непопулярная штука, но из-за того, что кадавров в России не хватает, а студентам, медикам нужно на чём-то обучаться, эти кадавры служат больше, чем они должны служить. Либо студенты просто остаются без материала. И это очень, наверное, странно и неправильно, потому что, насколько я знаю, прежде чем прикоснуться к живому человеку, им нужно отработать, сначала они шьют на губки, потом на животных, на коже свиньи и всё прочее. Потом они должны исследовать тело анатомическое, то есть анатомический труп-кадавр иначе. И потом они только смогут приступить к живому человеку. Я знаю, что ты работаешь в большой корпорации. Я не буду говорить, в какой. У меня вопрос. Вот ты приходишь в новую компанию, и когда ты говоришь, ребята, вот я Юля, у меня есть хобби, я изучаю смерть. Какую реакцию ты испытываешь на себя от людей, которые до тебя мало знакомы? Очень разную. Некоторых это прям впечатляет. Кто-то говорит, вау, прикольно. Я на самом деле тоже интересовалась. Меня это тоже впечатлило, поэтому ты здесь. Кто-то говорит, вау, прикольно. Я тоже интересовалась смертью, но я не знала, что это можно изучать с научной точки зрения и дай мне что-нибудь почитать. Или давай об этом поговорим с тобой. Что ты именно изучаешь, поделись своими какими-то наработками, планами, либо чем-то прочитанным какими-то тезисами. Кто-то говорит, а можно, пожалуйста, поговорить про жизнь? Я много читаю на эту тему, и я шутить могу. Я могу вставлять какие-то примеры. Ой, кстати, кто-то вот таким же образом умер, а кто-то, представляете, вот так и не умер. Ну, условно, какие-то такие штуки. И многие говорят, блин, а можно, пожалуйста, без этого? И мне кажется, что это все равно зависит от уровня восприятия темы смерти, так или иначе. То есть, если ты сам спокойно к этому относишься, либо, по крайней мере, можешь, ну, в состоянии принять этот факт, что все мы смертны, то ты реагируешь одним образом. Если нет, то есть эта тема, например, тебя пугает, или ты не понимаешь, зачем это изучать, то ты всячески стараешься дискурсивно убегать от этого. То есть стараться об этом не говорить, не шутить, ничего. Никаким образом. И могут стебаться на мной, типа, ой, Юль, мы на кладбище проходим, вот, не хочешь зайти? А ты ходишь на кладбище сама? На самом деле нет. Я люблю про них смотреть и читать. Просто кладбище – это же такая штука, и мне кажется, что туда не очень хорошо идти одной, когда ты достаточно юный человек женского пола. Нужна компания, которая в том числе заинтересована. Таких людей мало. Я бы очень хотела, я недавно приобрела книгу о питерских кладбищах, и это суперкруто читать, но недостаточно круто ты это можешь прочувствовать, потому что ты не ходил по ним. И то же самое, например, возле моего дома, сейчас Веденское кладбище. Я бы очень хотела туда сходить. Там очень классные, красивые древние склепы. Древние на сколько? Не могу сказать точно. Примерно, наверное, с 17-18 век. Все равно кладбище, на кладбище сейчас на этом нельзя хранить, и поэтому там осталось достаточно много просто захоронений из разных времен. То есть нельзя сказать, что тут кладбище открылось, и там можно было захоранивать только 100 лет. Потому что все равно склеп подразумевает, что ты как бы хоронишь туда членов своей семьи поэтапно, да, как кто будет умирать. Поэтому оно может жить достаточно долгое время, если за тобой заредерировано место, когда оно заканчивается, кладбище закрывается для захоранивания и назначается какое-то другое. Я могу тебе задать контр-вопрос? Да. А ты веришь в переселение душ? Наверное, да. Наверное, да. Очень странная штука. Кто-то когда-то мне сказал... Ты веришь, что ты родишься еще раз на этой земле? Мне сказали, что у меня старая душа. Это наверное. Что я уже очень много раз перерождалась. Я не могу сказать, что я в это верю. На самом деле, я все отрицаю. Ты знаешь, я бы то же самое тебе сейчас сказал. Что у меня старая душа? Да. Спасибо. Хорошо, что только душа пока. Ты циничный человек? Потому что, мне кажется, только циник может так легко говорить о смерти. Мне кажется, что я легко говорю о смерти, потому что я изучала это именно с социологической точки зрения. Если я была бы психологом, который контактирует с людьми, которые переживали смерть, мое бы отношение было совершенно другим. Социология изучает общество и науку. Оно никогда не приближается к человеку и не всматривается в ту или иную конкретную ситуацию. Ну, зачастую так не происходит. Ты изучаешь феномен свысока, грубо говоря. И когда ты изучаешь свысока, у тебя фокус стоит немного на другом. На каких-то общественных тенденциях, чтобы выявить какие-то определенные паттерны, как ведут себя те или иные люди. Но поэтому ты никогда не приближаешься к теме смерти. Ты никогда не чувствуешь ее как бы рядом до тех пор, пока кто-то тебе об этом не расскажет. Поэтому если говорить, что я цинична, наверное, все социологи в этом плане циничны. Просто потому, что они не приближаются к этому, они смотрят со стороны. И пытаются это все изучить, структурировать и систематизировать. И что-то выдать для последующих исследований. А ты боишься смерти? Рано, мне кажется, пока что. Если я боюсь каких-то опасных ситуаций, я бы не хотела в них попадать. Своей смерти я, наверное, пока что не боюсь, но я бы не хотела, чтобы это, естественно, случилось сейчас или когда-то в ближайшем будущем. Просто потому, что вокруг меня невероятное количество людей, которым я дорогая, которым я близка, которые меня любят. И не то, что я боюсь потерять свое физическое тело, либо я боюсь перестать быть собой. Я просто боюсь этим травмировать и причинить невероятную боль людям, которые меня любят. Вот так. Есть такое выражение «перемывать кости». Можешь его прокомментировать? Могу. У славян была традиция считалось, что душа окончательно условно вращается и покидает мир тогда, когда у останков не остается плоти. И чтобы помочь человеку проститься с всем миром и быть упокоенным, люди в прошествии года после смерти или больше выкапывали, очищали кости от плоти. В этот момент вспоминали друг друга. Не друг друга, а вот именно на человека, который умер. Говорили о нем что-то хорошее. Перемывали кости и захоранивали обратно. И так происходило в каких-то народах. Чаще, в каких-то пореже. Но они прям помогали им упокоиться. А если ты выкапываешь человека через год, он недостаточно сильно разложился, это значит, что он был грешником. И то есть ему дается больше времени для того, чтобы упокоиться. Шоу на честном. Шоу без сценариев. Юлия Петрова у нас сегодня в гостях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова